Всем привет, дорогие коллеги! Сегодня какие-то плановые работы в вебинарной комнате при ФМИ и мнении, поэтому у нас с вами сегодня вебинар был через демонстрацию экрана. Итак, конечно же, результаты прошлого периода у нас с вами не у всех радостные. И я вам хочу сказать, что некоторые лидеры выросли, а некоторые лидеры упали. Думаю, что лето, да? Но самое интересное, вот у меня недавно зарегистрировалась девушка, она уже вышла на 3%, хотя зарегистрирована всего лишь 4 дня назад. И, конечно же, я желаю ей отличного старта. И, конечно же, мы сегодня с вами будем говорить о сложностях, с которыми вы можете столкнуться. Немножечко поговорим с вами полчасика и потом разыграем призы. Вот, во-первых, я вам хочу показать сейчас свой кабинет. Вот я вам хотела выслать курсы от А до Я, не забыть, да, потому что много кто просит. Скажите, пожалуйста, все ли вы эти курсы просмотрели? И если у вас по ним какие-либо вопросы, все ли посмотрели, всем ли все понятно? Кто скачал ролики Елены Потаниной себе на компьютер? Кто смог выгрузить их на свой канал YouTube? У всех ли все хорошо получилось? Вот, отпишитесь, пожалуйста. Для меня это очень важно, потому что, если вы собираетесь зарабатывать более 100 тысяч в месяц, это делать нужно. Если вы хотите стать просто директором, можете этого не делать. Все понятно, да? Замечательно, замечательно. Прямо у всех все получилось, у всех все здорово, да? Ой, какие вы прям умнички. Просто великолепно, да? Я очень рада. И по видео все прогрузилось, да? Хорошо, Машенька. Итак, сегодня мы с вами, так как у нас непредвиденная ситуация, мы, конечно же, зайдем в мой личный кабинет и результаты будем смотреть там. Да, по-другому у нас с вами, к сожалению, не получится. Если демонстрация экрана будет немножечко медленно срабатывать, ну, я вас прошу запастись терпением. Вот мой регистрационный номер 703 386 938. Вот я захожу в свой личный кабинет. И, конечно же, первым делом нажимаю именно личный кабинет. Тут у нас с вами продукция, новинки и так далее. Вот, и, конечно же, смотрим с вами статистику работы, да? Вот итог прошлого периода у нас с вами. Сколько я лично баллов сделала и так далее, и так далее. Конечно же, мы с вами обязательно посмотрим в разделе отчеты наш с вами путь. Вот сейчас зайдем в лицевой счет консультанта и посмотрим с вами. И потом посмотрим еще раздел «Моя структура», сколько к нам людей пришло. Я думаю, вам будет интересно, да? Интересно или нет? Да, вот смотрите, отчет распечатывается прямо в живом режиме. И сейчас мы с вами там посмотрим. Ну, конечно же, во-первых, пока отчет распечатывается, мне хочется сказать, что у нас с вами еще есть такой раздел. В каждой стране он по-своему называется. В России это конкретизация РФ. И в этой конкретизации мы, конечно же, можем смотреть, сколько же нам компания и за что перечислила денежек, да? Как вы видите, тут только итоги десятого каталога. Мы нажимаем «Посмотреть» и конкретизация тоже будет сейчас грузиться. Да, вот как вы видите этот акт, тут все мелко. Прибавить, я думаю, возможностей нету. И вот тут вот видно, что какой групповой оборот был, да? Какая продукция была в личной группе, какой общий оборот. И сколько нам компания перевела за это денежек. Так как вы видите, у меня идет, вот мой ИНН, да? Вот у меня идет физлицо, да? И, конечно, где я зарабатываю и получаю, в принципе, свои денежки. Ну, конечно, с этой суммы я плачу 6% в налогообложение. То есть, ну и тут, в принципе, плюс, не 13, а 6. Вот, и, конечно же, вот наш путь целиком. Да, тут то, что было в 2014 году, три каталога, они уже скрываются. И их можно открыть, да? Как вы видите, я за три каталога вышла на 6%, а можно их закрыть, да? Получается, за 4 каталога на 12, за 5 каталогов на 19, за 5 месяцев работы на 23. И за 6 месяцев работы, то есть, ровно полгода, мы смогли набрать 5000 баллов по структуре. Это уровень старшего директора. Вот. Вот такие вот у нас с вами результаты. Ну, не 13 уже хорошо, да? Как приятно такой отчет смотреть, да? Ну, вот. И смотрите, то есть, помимо контрактизации РФ, у меня такая же, как и у вас, есть лицевой счет консультанта. И вот именно этот лицевой счет консультанта я вас прошу выкладывать на скринный отчет. То есть, вы можете его на данный момент выгрузить в Excel. Выгрузить в Excel. И понятно, что он у нас с вами не входит, да, вот на конкурс со скринами, на генератор. Вот. Я вам сейчас покажу. Видите, он открылся с помощью Office Excel. И я таким вот образом, чтобы свои скрины выкладывать, я таким вот образом всегда, грубо говоря, вот так вот делаю, чтобы было, да. То есть, тут идут нолики. И я могу даже удалять вот эти вот столбцы. Вот таким вот образом. И получается, в принципе, все легко и просто. Вот у меня еще не было быстрых стартов, да, то есть, я быстрый старт не брала. И я, конечно же, тоже могу эти столбики удалить. И после этого у меня уже распечаточка, как вы видите, она идеально входит в скриншот. Вот. Единственное, что, если делать скриншот полностью, да, то у меня тоже немножечко не влазит. Поэтому я начала первые вот эти вот столбцы удалять. Конечно же, тут тоже можно удалять вот эти вот столбцы. И чтобы у вас это вот все вошло, да, то есть, таким вот образом. И вот такой вот скриншот будет виден и ваш путь, и так далее, и так далее, да. Да, как вы видите, у нас на данный момент 15 директорских веточек. Мы находимся в звании старших национальных директоров. И тут очень все понятно, да. Вот, как вы видите, мы получили, что это такое, так, бонус стабильности, да, мы получили в этом периоде к нашим выплатам. То есть, мы сейчас получаем 44 тысячи в год бонуса стабильности дополнительно, да. Вот, видите, тут не вошли цифры. Можно немножечко, да, расширить. Видите, они пропадают из того, что не вошли. Вот, таким вот образом можно сделать, да. И вот этот скриншот вы, в принципе, можете скринить и макушечку просто удалять, а конец оставлять, да, допустим. Вот, скажите, пожалуйста, всем ли все понятно? И сейчас мы с вами пойдем в раздел «Моя структура». И, конечно же, я хочу обратиться к тем, кто говорит, что у меня не получается работать. Так вот, дорогие коллеги, поздравляем с первой покупкой. Цифры нереально большие. Да, конечно, все мы начинали с вами с нуля. И вот, вы знаете, также хочется поговорить и, конечно же, поздравить тех людей, которые вернулись на наше обучение. Почему? Потому что многие люди сейчас почему-то любят платить за обучение от теоретиков. Да, может быть, мы не так красиво говорим, но вы знаете, мы знаем, что мы говорим-то. Когда лидер, который сидит, грубо говоря, с одной веточкой директора, начинает со мной спорить, как расти, я просто стараюсь таким лидерам вообще в последнее время ничего уже не отвечать. Потому что у меня уже все доводы закончились для таких людей, которые год сидят на директорской ветке, сами не могут даже тысячу баллов в бок отстроить. И говорят, да, я искренне учу, я искренне рассказываю то, как я делала и что я делала. Это тоннелизание. И когда лидеры говорят, нет, ты неправильно учишь, надо учить вот так, вот так и вот так, и в итоге получается, что они отходят от системы роста, они обходят от системы обучения, а потом через год пишут мне, что у меня ничего не получается. Так вот я таких людей уже перестала брать на обучение, потому что они где-то там обучались, а результат спрашивают с меня, но не хотят обучаться по моей методике. Вот, хороших людей должно быть много. Поэтому, дорогие наши, вот сегодня у нас с вами планерочка, очень жалко, что на ней мало человек, но я хотела бы вам на самом деле сказать, если вы обучаетесь где-то еще и за деньги, то, конечно же, я прошу меня потом не беспокоить и не говорить, что у вас что-то не получается. Меня можно беспокоить только после того, как вы три месяца поработаете по нашему обучению. Вот. И я думаю, что все будут со мной согласны, потому что когда лидер говорит, как он работал, я понимаю, что он где-то в другом месте обучался. Да, зато здесь самый верный. Ой, Валюшечка дорогая, очень шикарные у тебя вебинары по продукции, очень рада, что ты подключилась в директорский совет и ведешь вместе с нами вебинары, это просто круто. Некоторые директора вести не хотят, а ты вот подключилась и ведешь. Ты уже вот прям для меня сразу же такой директор стала. И желаю тебе поскорее открыть не только директора, но и старшего, и драгоценного. И, конечно же, давайте с вами посмотрим личный кабинет, раздел «Моя структура». Да, и кто-то говорит, что лето тяжелое, но вот вы знаете, я вижу, что лето-то нисколько и не тяжелое, потому что к нам присоединяется огромное количество человек. На данный момент к нам уже, так, минуточку, это первая линия, если я нажму раздел «Вся структура», то на данный момент с начала каталога, сколько дней от начала каталога прошло, кто мне может сказать? Шесть дней, по-моему, да? Да, к нам уже, ой, минутку, забыла применить новички. Новички, да? Применить фильтры. Будем смотреть, сколько к нам прошло в этом периоде. В этом, да, сейчас, вот на данный момент, шесть дней от начала каталога, к нам присоединилось уже 705 человек. Скажите, пожалуйста, нормальная ли эта цифра? За неделю на проект пришло за шесть дней 705 человек, даже за пять с половиной дней, да? Как вы видите? Седьмой день идет, да? А, да, сегодня воскресенье же не в... Да, это классно, это круто. И вы, конечно же, понимаете, что моих регистраций в эту структуру буквально штучек пять, да? То есть за неделю у меня примерно прошло пять регистраций. Остальное делает наш замечательный дружный коллектив. И, конечно же, говорит, что у меня ничего не получается, у меня нет регистраций. Я вижу иногда, что лидер приводит по одной, по две регистрации в каталог, а другой лидер приводит по 10, по 15 активированных регистраций в каталог. И это круто, дорогие коллеги. То есть я вам хочу сказать, что у каждого свои амбиции и разница просто феноменальная, да? Вот между некоторыми веточками. И, конечно же, все зависит именно от лидера веточки. Если вы умеете регистрировать, то и ваши новички будут уметь регистрировать. Поэтому в первую очередь приток ваших людей, вашу структуру должен быть именно от вас. И чтобы ваши лидеры учились у вас, чтобы вы могли позвонить, уделить время и все рассказать. Итак, давайте же с вами посмотрим период 10. Вот такие у нас сегодня с вами итоги через демонстрацию экрана. Но я думаю, тоже будет очень интересно, да? 10, да, вся структура новички. К нам с вами присоединилось 2260 человек. Это за каталог. Давайте же с вами поделим. 2260 мы с вами делим на 21 день. У нас с вами получается 107 регистраций в день. То есть 100 человек в структуру Кононовых каждый день регистрируется. И, конечно же, тут именно ваши заслуги, потому что я регистрирую максимум по одному человеку в день. Да? Вы должны понимать, что это наш общий результат. Вы должны сейчас понимать, что у кого-то ничего, у кого-то все, да? И кто-то работает, кто-то нет. И, конечно же, на нашем проекте, как везде, в принципе, во всей жизни, есть те, кто выигрывает и те, кто проигрывает, да? Почему я так говорю? Потому что, конечно же, те, кто работают, несмотря ни на что, то они выигрывают. А те, кто смотрят, как растут другие и занимаются негативными мыслями в своей голове и на них сосредоточены, те, конечно, наблюдают, как другие растут и завидуют. И, конечно же, осенью у нас с вами как раз и получается, что проект делится на две части. Те, кто собирает овации в новых уровнях, да? И те, кто говорит, а, он смог, а я не смогла, вы от меня что-то скрываете, а я тоже так хочу, да? Секрет прост. Во-первых, поймите, что волшебной кнопочки нет. Волшебной кнопочки нет, а есть просто терпение и труд, которые все перетрут. Вот и все. Вот, дорогие коллеги. Поэтому вот сегодня я вам так показала из каталога, показала свои выплаты, все показала, по всему отчитала. Всех поздравляю, дорогие наши. Вот. И, конечно же, хочется сказать, что важно не качество, а количество. Но количество, ой, важно не количество, а качество. Но количество как раз берется из качества, наоборот, да, берется именно из количества. А почему я так говорю тоже? Мне бы хотелось с вами сегодня поговорить еще на такую тему, как активные люди, неактивные люди. Мы очень с вами часто, вот недавно разговаривали с новичками, мы очень часто с вами берем на себя негатив или нежелание работать наших лидеров под нами, да. Вот, допустим, у нас так получается иногда, что лидеры перестают по каким-то причинам работать, и вышестоящие наставники расстраиваются и тоже перестают работать. Так вот, мне интересно, почему, вот как вы думаете, да, вы у нас активные девчонки все на вебинаре, как вы думаете, почему мы ставим под угрозу свое благосостояние и идем на работу по найму, где, грубо говоря, один только может стать директором, да. Почему мы перекладываем ответственность за свое благосостояние на людей, которые от нас ушли? Вот мне что интересно, как вы думаете, в чем проблема может быть, и зачем мы расстраиваемся из-за таких людей, которые, ну, не хотят, да, зарабатывать свои 100, 200, 300 и так далее. Я тоже когда-то осталась одна. Коля под меня не регистрировал, потому что между мной и Колей есть девушка Инна Каспре, я не сразу под Колю. Мало верим, да. Вот на самом деле кто-то мало верит в себя, кто-то мало верит в компанию, а кто-то мало верит в проект, да, у всех по-разному. Обычно сомнения в первую очередь берутся в голове, но вот вы знаете, успех он неизбежен, почему? Потому что все равно мы все покупаем и все равно мы все моемся. И даже если мы не будем работать, все равно мыться-то мы будем. Так ведь? Все равно будем мыться. Поэтому боясь выйти за рамки комфорта. Во! Это точно. Отсутствие видения у своей команды не повод закопать свою мечту. Да, 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 да. Понимаете, есть люди, которых можно обучить и которые пойдут с вами рука об руку, а есть люди, которых невозможно заставить, захотеть жить хорошо, если они привыкли жить так, как они хотят. Понимаете? Костя, на самом деле нужно стараться и не нужно концентрироваться на том, что твой наставник ушел. Мой наставник тоже ушел. Вы видите сейчас, что я сижу перед вами, я никуда не ушла. И вы знаете, если бы я тогда ушла, что бы сейчас было со мной? Я бы уже вышла из декрета и я бы работала продавцом за 15 тысяч рублей в месяц. Бегала бы в три ноги и так далее, и так далее. Так ведь? А тут я работаю на себя при свободном графике. То есть я вот вчера не смогла провести планерку, я ее веду сегодня. И вы меня не наругали. И то же самое вы можете сделать для своей команды. Вы не можете что-то сделать сегодня, сделайте это завтра и вас не наругают. Но главное сделайте. Так ведь? Ну я вот уже, вы знаете, для меня вебинары уже, грубо говоря, как наркотик. Мне нравится общаться, мне нравится разговаривать с вами. Вот, да, молодец, Костя. Это признак лидерства. Да, да, Валентиночка, Костя у нас молодец. И да, и не нужно расстраиваться, не нужно переживать из-за тех, кто что-то у вас не так сделал. Смотрите, дорогие коллеги. Когда мы рекрутируем, мы с вами сталкиваемся с негативом. Так ведь? Когда мы с вами начинаем людей обучать, мы тоже иногда сталкиваемся с негативом. Да, люди начинают там, ой, надо заказ делать, еще что-то. Понимаете? После того, как вы им все объяснили, вы просто умываете руки. Нужно быть более, как вам сказать, хладнокровными к таким людям и просто понимать, что не каждый хочет открывать бизнес. Если бы каждый человек открывал бизнес, то у нас были бы, да, а вокруг одни бы магазины, одни салоны и так далее, и так далее. Вот, к примеру, давайте возьмем пример. У нас поселок населения 8 тысяч, да, а мастеров по маникюру всего трое. Всего трое. И одна из этих трое лучше всех, которая умеет и наращивать, и рисовать, и так далее, и так далее. И вот эту одну все разрывают. К ней все хотят. Ее друг другу хвалят. Она делает свою работу качественно, да, а к тем двум уже ходят хуже, да. Одна может записать и не явиться в это время, да, на ногти, а другая не умеет наращивать, она только делает вот покрытие какое-то, да, красивое. Вот и все. Да, и получается, что все идут к тому, кто всегда запишет, никогда не откажет и сделает качественно. Вот у нас с вами такой же принцип работы. Мы с вами всегда зарегистрируем, всегда проинформируем, всегда, когда надо, поговорим с человеком и поддерживаем его регистрациями снизу. Если что-то, где-то, какое-то звено выпало, у вас уже рост пойдет не такой, каким бы вы его хотели видеть, да, ваш рост. Вот. Вот, кстати, да, Оля. Да, толстокожим надо быть, чтобы не чувствовать укусы комаров. На самом деле, в сетевом маркетинге выживает только толстокожая, почему выживает, почему растут, и, конечно же, только толстокожим достается та счастливая жизнь, та макушка, которая доступна многим. Да, когда я два с половиной года назад начинала рекрутировать в соцсетях, мне сказали, компания Фаберлик уже устарела. Ну, куда вы идете? Там невозможно вырасти. Ну, посмотрите, что со мной через два с половиной года активной работы. Вы посмотрите. Компания старая. А я подумала, ничего себе старая компания. Компании всего лишь 20 лет на рынке, и она уже занимает свои места в рейтинге. Она уже начала получать призы. У нее уже 34 патента. У нее собственный завод 45 тысяч квадратных метров. Ничего себе, да. То есть люди по-разному могут выворачивать, но самое главное – это видеть цель и идти к ней. Когда я себе ставила цель 100 тысяч в месяц, вы знаете, я была очень довольна, что моя цель сбылась. И я себе поставила новую цель, да. Сейчас моя цель – осенью открыть партнера. Ну, прям безумное желание. Я хочу это сделать, и я буду это делать. И что там, комарики вокруг какие-то летают, кусают, какие-то сравнилки создают. Мне все наплевать. Я знаю, что моя компания самая лучшая. И самое главное, вот чтобы у вас не было никаких сомнений, вам знать, что ваша компания самая лучшая. И тогда у вас попрет. И вы знаете, делать самое главное, что люди хотят, но не все хотят делать. Но то, что в вашей команде кто-то чего-то не хочет делать, так вот это уже его проблемы. Понимаете, вам не нужно брать негатив вот таких, не хотят делать ничего на себя. И это очень важно, вот не брать именно вот этот вот негатив. Конечно же, я вас поздравляю с окончанием самого сложного десятого каталога. Этот каталог в прошлом году был, грубо говоря, я даже не постесняюсь этого слова, провальным. Потому что я посмотрела, мы и в прошлом году немножко обвалились. И в позапрошлом году, да, тоже немножко было, был немножко обвал, да, у Николая. Вот мы смотрели, да, структуру. И, конечно же, хочется сказать, что это нормально. Нормально взлет и падение. Но вот в этом каталоге лидеры ровно на два поделились. Те, кто вырос, хотя бы там прирост, да, сделал. Кто-то из 9,5 баллов, 500, да, сделали. А есть те, кто баллов на 500, да, упали. И это нормально, да. То есть это нормально, потому что все-таки, когда лидеры уезжают в отпуск, еще что-то. Ну, с этим просто нужно смириться и переждать это время. И все будет у нас с вами хорошо. Вот. Доставляешь его, они открывают. И при транспортировке он там шел, тай, болтай. А когда открывает, он рассыпается. Ой, не знаю, про что это было. А еще, коллеги, давайте дружно напишем обратку, что пятновыводитель и отбеливатель сделали упаковку под крышкой. А, ну, конечно, пишите, пишите. Хочется, конечно же, пишите. Взорвется он кис... Нет, он не взорвется. Это же порошок. Наш порошок, он же тоже кислородный. Да, не только же пятновыводитель кислородный, но и порошок. Он не взрывается же. Хотя он полностью упакован. Вот. Ну, что ж. И давайте же с вами поговорим о нашем конкурсе изюминка. Все вы знаете, что в шаблоне переписки у нас с вами появился такой конкурс. Этот конкурс очень интересный, да. И, конечно же, добавлено пять видео в этот конкурс. Два моих, но я их считать не буду, потому что этот конкурс запущен. Но и сама себе деньги давить я не хочу. Да, то есть конкурс очень интересный, но он пробный. Цель этого конкурса обычная. Рассказать о том, какие подарки вам компания подарила. Давайте же я вам скину сейчас ссылочку на этот плейлист. И вы посмотрите, до какой степени пробные конкурсы были. И расскажите мне, пожалуйста, все ли видели об этом конкурсе в чатах? Все видели. А по каким причинам вы не поучаствовали в этом конкурсе? Видели своим, отправляли. Плохая камера. Заказ еще не пришел. Комп не тот, но купила ноут сегодня. У меня сайт ключит, я не видела. Елена Александровна, если вы в структуре Николая Андрея, то вы не увидите. Уже заказ разобрала. Заказ жду. Теперь буду учиться. Да, Аня, мы в курсе сегодня и сделаем. Вот смотрите, я по этой изюминке сегодня разыграю конкурс. А со следующего каталога вы уже можете отправлять на следующий каталог новое видео. Сегодня мы с вами подарим самым-самым смелым по 1000 рублей, самым нашим умничкам, которые смогли сделать это в кратчайшие сроки. Смотрите, в чем заключается наш конкурс изюминка? Этот конкурс говорит о том, что если вы получили, к примеру, любой приз, любую привилегию от компании, вы просто это снимаете на видео. Причем без разницы. Вы можете снимать ее через ту программу, которую я сейчас записываю, да, Fast & Capture. Или вы можете снять на камеру, или вы можете снять на телефон. Самое главное, чтобы изюминка была видна и понятна. К примеру, вы получили заказ, и там входит шаг стартовой программы, да, и вы снимаете на видео, что «Здравствуйте, дорогие коллеги, вот я выполнила шаг стартовой программы, вот я его снимаю, такая-то, такая-то, по такой-то цене, это круто, это здорово». Да, вдобавок, допустим, вы можете снять тут же второе видео и отправить его на конкурс, если изюминка будет еще одна, да, другая. То есть, вы можете удвоить свои шансы по розыгрышу генератора чисел. Нет, подарок с АП не надо, потому что это, как сказать, не компания дарит, да. Вот, то есть, что получается, допустим, вы забрали там две масочки, да, по пять бонусов по программе «Фаберлик Клуб», которые обошлись вам в ноль рублей, в ноль гривен, в ноль тенго, да. И вы, конечно же, снимайте это видео и отправляйте мне в личку в скайп. То есть, авторизуйте меня. У нас был казус в прошлом периоде с девушкой, которая отправила скриншот мне в личку, но она меня не авторизовала. Я не знаю, как она его смогла отправить. Вот, и потом она все-таки меня запросила авторизацию. Говорит, а почему меня не было в конкурсе? Почему вы не выгрузили мой скриншот? Ну, во-первых, скриншоты вы должны выгружать сами. Раз они не грузятся, значит, конкурс окончен, да. И так получилось, что вот эта девушка просто знала. Ой, Костя, вот ты прям как любишь вот себя пожалеть, так ё-моё, а. По накопительной программе можно и нужно, да. То есть, компания под вас зарегистрировала человека, да. О, вы это, об этом снимаете видео, да. Видео может быть 1 минута, может быть 20 минут, мне без разницы, да. Самое главное, чтобы изюминка была понятна, да. То есть, к примеру, вам вложили подарки по каталогу, да. Вы купили парфюмерную воду и вам вложили дезодорант-спрей в подарок. Вы его показываете, что вот в накладной 0 рублей дезодорант-спрей за покупку этой воды до такого-то числа, да. То есть, быстренько снимаете видео, и я его беру на изюминку и разбрасываю по чатам, чтобы другие видели, чтобы другие знали. То есть, этот конкурс убивает сразу, как вам сказать, прямо наши проблемы, да. Очень многие любят забирать заказы и не делятся тем, что они сами получают, да. И, конечно же, ваши же новички будут вас видеть. Ваши новички будут с вами знакомиться. Это первое, как вам сказать, первый такой жирный, восклицательный знак. Почему? Потому что, когда вы показываетесь или вы хотя бы рассказываете по голосу, что вы сделали, да, как вы видите, в изюминке снято видео, вот мной просто на телефон я сняла, да, поставила на запись, сняла буквально полторы минуты, все, я участник этого конкурса. То есть, это не сложно, лишь бы это было понятно, да. Вот. Знания по продукции. Ну, по продукции можно почитать аннотацию и, конечно же, все такое прочее. То есть, к примеру, вы забрали продукт по ВИП-стажу за 70% скидки. Можете тоже снять свой заказ быстренько и снять вот этот вот продукт. То есть, особых требований нету, просто в видео должна быть изюминка. Да. Вот, 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 второго зайца мы с вами, грубо говоря, убиваем, потому что многие не верят, и мы с вами начнем в чатах раскидывать правдоподобные вещи, да. То есть, мы с вами будем снимать правду, мы будем снимать эти подарки, можете показать их в чеках, да, что вот они на самом деле ноль. Да, и, конечно же, очень интересно, вот, сняла именно девушка, так, забыла фамилию, прошу прощения. Да, так, Ириночка Комарова вот получила два подарка и сняла вот Вероника Тузикова. Очень, очень мне понравилось это видео, очень понравилось. И вы знаете, великолепно, вот, если Вероника Тузикова продолжит так снимать свой каждый заказ, я хочу вам сказать, что это просто невероятно круто. Она раскрутит свой YouTube канал, она будет иметь хороший приток людей. Вы просто посмотрите, как она сняла это видео, да, то есть, и сколько там выгоды, и на самом деле люди, которые его досмотрят до конца, они поймут, что у нас дешевле покупать, чем в магазине. Так ведь? Вот это самая главная наша задача, донести изюминки до наших с вами новичков, которые почему-то фумы неверующие у нас, да. Но на самом деле компания с подарками перебарщивает, их слишком много, в них можно запутаться, да. И это просто невероятно круто, что она столько дарит, но на самом деле, когда новичок приходит, и ему говорят, тебе 20% скидка, тебе там 5, там, 4-5 подарков положено, да, вот еще подарки в каталоге 8 штук можешь забрать, да, да еще, да, на следующий период ты можешь, да, там, лидер начинает сидеть и думать, куда я попал, да, новичок, то есть, извините, новичок, не лидер еще пока, да, куда я попал, это что, это что такое, как такое может быть, так ведь? Вот, задала в вопросник вопрос, так, если первый шаг сделала в 10 каталоге, получу подарок только в среду, можно уже снимать? Можно, можно, я вас включу в новый списочек, я вас включу в новый списочек, то есть, мы с вами будем разыгрывать 5000 рублей между 5 участниками, да, то есть, ну, тут разыгрывать, грубо говоря, не с кого, поэтому мы с вами поздравляем Ириночку Максиян, поздравляем с вами Фаберлик Клуб Накопительная Программа, да, вот регистрационный номер, забыла имя, фамилия девушки, да, поздравляем с вами Валентиночку Щенникову, обязательно поздравляем с вами Ириночку Комарову, хорошее видео, хотя я знаю, что оно у нее второй или третий у Ириночки, но все равно отличное видео, вот, и, конечно же, поздравляем с вами Веронику Тузикову, то есть, денежки вам придут сразу же после планерочки, да, я подойду мужу и напишу список рег номеров, куда кому что перевести, поэтому ждите, тебя, конечно, Валечка, ты поучаствовала в конкурсе, рассказала нам про ручки, ручки у нас на самом деле интересные, одной стороной пишите, другой стороной можно стереть, да, поэтому знайте, что у нас все с изюминкой, да, все с изюминкой, да, я, конечно, всех поздравляю, вот, и следующий конкурс, я думаю, начнется уже с завтрашнего дня, и мы уже разыграем его по итогам следующего периода, да, по итогам, как сказать-то, да, также в первые выходные от начала каталога с вами разыграем. Вконтакте про ЗП мы с вами тоже разыграем сегодня, да, обязательно сегодня разыграем, и, конечно же, дорогие коллеги, все ли знают о том, что мы собираем свою внутреннюю мини-ассамблею, кто знает, поставьте плюсики, кто не знает, поставьте минусики, она будет в Москве, на нее могут попасть все, кто находится на 9%, и все, кто в будущем откроет, минусиков нет, повторяться не нужно, да. Да, то есть у нас с вами 29 сентября, бот-ассамблея, карточку мы приготовили, да, вход 3-300, карточку мы с вами подготовили, и на нее мы будем переводить денежки. Карточка готова, номер телефона еще не привязан. Как только мы привяжем номер телефона, мы его огласим по чатам, и вы можете через номер телефона переводить денежки на карточку. Все, кто перевел, будет переводить денежки на карточку, строго-настрого в личку мне отписываются, иначе я потом эти лишние деньги, если вы перевели, но не отписались, я их просто потом вам буду возвращать, да. То есть, да, ассамблея для всех, наша внутренняя проекта, ассамблея, которая будет проходить 29 сентября в Москве, в отелях, в сети отелей Измайлова, вот, обязательно, да, обязательно посещайте. Да, кто не в курсе, будет проведена отдельная планерочка, я вам сейчас просто сообщаю новости, да. Сейчас просто сообщаю новости, будем безумно рады вас видеть. Леночка, как здорово, что ты зашла на эту планерку, теперь ты в курсе. Еще не поздно записаться, еще не поздно к нам приехать. Значит, вкратце, у нас с вами будет внутреннее награждение, внутренние поздравлялки. У нас будет видеограф, фотограф, ведущий, замечательнейший фотограф с ведущим, прямо обалденные люди, вы их знаете, это семья Петровых, Илья Петров, который нам проводил вебинары, сами знаете, какой он веселый, как у него хорошо поставлена дикция. И также вечером мы едем кататься на лимузинах по ночной Москве. И также будет съемка, также будет фотографии, также мы будем останавливаться и фотографироваться, потому что ночная Москва, она просто красавица, она завораживает, это здорово, это классно, поэтому мы с вами зовем всех. Вы оплачиваете только свою еду, организация, съемка, съемка, да, лимузины и ведущий, все-все-все, это все ложится на плечи основателей проекта, то есть мы оплачиваем все, оплачиваем даже спиртные напитки, не знаю, красиво-некрасиво это говорить, но мы будем отдельно все это закупать, вы платите только за еду. Иссыль Куль, Аня быстренько к нам в КР, сезон Иссыль Куль, Москва отдыхает. Нет, ну, понимаете, ассамблея будет в Москве, и не все на эту ассамблею могут попасть, она будет в гостином дворе, поэтому мы предварительно будем делать свою мини-ассамблейку, чтобы именно повидаться. Ну, понятно, что будет в основном большой поток москвичей, да, то есть в январе мы планируем ехать в Казахстан, в октябре мы планируем ехать в Узбекистан, нас зовет Аркин Арбачаев к себе, да, знаете его, вот, и, конечно же, мы поедем туда, там тоже у нас есть команда, и, в принципе, вот таким вот образом, да, осенью мы были в Белоруссии, мы были в Украине, поэтому сейчас Казахстан-Узбекистан. Вот, ну что ж, дорогие коллеги, с вами 5 призов по изюминке разыграли, поздравляю победителей, ура-ура, потому что, конечно же, многие не поняли, что это за изюминка, я поняла, что, может быть, я как-то непонятно вам написала, еще что-то, вот. Далее, значит, у нас с вами будет 5 призов по 1000 рублей за скрины, вот сейчас мы с вами их будем разыгрывать, вот. И, конечно же, некоторые люди попросили, чтобы я генератор искала в поисковике прямо через демонстрацию экрана. Наверное, есть какие-то поводы не доверять, но ничего страшного, давайте будем делать так. Так, генератор чисел, генератор чисел, сейчас мы с вами загуглим, и вот генератор случайных чисел, их тут на самом деле очень много. Я нажимаю на первый попавшийся, да, и у нас с вами вот такие вот числа. Диапазон из списка от 1 до 100, так, из одного случайного числа, 2, 4, 5, вот 5 случайных чисел. И сейчас мы с вами посмотрим выплаты лидеров. 116 фотографий, я их сейчас сортировала. То есть у нас с вами 116 участников, и это круто, и будем с вами сейчас разыгрывать. Ой, потеряла. А вот он. Да, значит, от 1 до 116. Да, 116. Исключаю обязательно повторение, и, конечно же, генерирую. Вот, значит, победители. Значит, первые это номер 5, потом 79, ой, потом 40, извините, да, 40, потом 79, потом 85, потом 99. И, конечно же, те номера, под которыми вы выложили, раз мне не дают демонстрацию в этот раз, мы с вами будем таким вот образом листать. То есть смотрим 1 из 116. То есть мы с вами листаем на 5. 3, 4, 5. Да, вот таким вот образом. И выиграла у нас Светочка Павлова. А это моя личная группа. Это лидер. Лидер заглавной буквы. Светочка, мы тебя поздравляем. Очень рада за тебя. Павлова Светлана. У меня даже есть фотография для поздравления Павловой Светланы. Да, и следующий номер, это у нас с вами получается номер 40. Да, как вы видите, очень много у нас с вами прогружено. Да, так, 16, 19. Да, вот таким вот образом. 27. Так, кто у нас там под номером 40? Вы тоже это можете смотреть. Конечно же, в плейлисте это Пахильчук, Дарьи, нет. Это Генчинская Мария Николаевна. Генчинская Мария Николаевна, которая находится в структуре Дашеньки Пахильчук. Так, 705, 848. Та-да-да-дам! Поздравляю! Уже два победителя. 348. И запишу фамилию, конечно же, Генчинская Мария. Генчинская Мария. Поздравляю, девочки! И следующий скриншот у нас с вами получается под номером 79. Так, кто там? Кто там? 66. Всем номера, надеюсь, видно, да? Так, 79, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 79. Это Михальченкова Наталья. Поздравляем Наталью! Так, 707, 980, 123, Михальченкова Наталья. Так, и номер 85. Так, 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 так. Ого, Катюша выиграла. Катюша, очень рада. Очень рада за тебя, Новикова Екатерина Васильевна. Это структура Ольги Дубяги, старшего директора. Новикова Екатерина. Огромный молодец. И давайте 99. Ну, сегодня, значит, фортуна на вашей стороне. 6, так, 7, 8, 9. 90. Это что? Так, значит, один номер мы сейчас с вами разыграем повторно. Потому что это не скриншот. Прошу прощения, не сразу поняла. Это, конечно, это не скриншот. Вот, так, значит, с вами будем сейчас разыгрывать. Да, вот видите, как даже получается. Так, от 1 до, так, сколько у нас там было? Давайте посмотрим. Так, выплаты лидеров, по-моему, 166, да, человек было? Вот даже как бывает. Ну, давайте, дорогие коллеги, будем как-то с вами повнимательнее смотреть, какие скрины мы и за что выгружаем. Так, 116, да, давайте посмотрим. 116 и нажимаем сгенерировать одно случайное число. 77. 77, давайте смотреть, давайте возвращаться назад. Так, удивительно, конечно. Мне, скорее всего, кажется, что это какая-то ошибочка была. Вот, 77. 77, и так, та-да-да-дан, это Анфилатова Екатерина Анатольевна, лидер 3%. Так, 704, 463, 773. Анфилатова Екатерина. Ну, что ж, дорогие, поздравляю вас. У нас сегодня с вами уже набралось 10 победителей, 10 человек, причем случайных человек. Это топ-лидер проекта Павлова Светлана, это Демчинская Мария, это Михальчикова Наталья, это Новикова Екатерина и Анфилатова Екатерина. Две Катюшки у нас победили в конкурсе. Да, поздравляем. Так, очень, конечно, прошу наставников, победителей проконтролировать, чтобы они мне выслали свои фотографии. И, конечно же, я обязательно вас вот в этой вот группе выложу фото с вашими поздравлениями красивыми. Кого нет в этой группе, обязательно вступайте, потому что именно тут я буду выкладывать фотографии. Костя, не расстраивайся, не расстраивайся, все хорошо, это случайные генераторы чисел. Итак, и, конечно же, у нас с вами есть сейчас возможность блеснуть своими знаниями. Давайте, значит, я включу обратно презентацию. Давайте картиночку какую-нибудь поставим. Итак, блеснуть своими знаниями. И я вам сейчас задам пять вопросов на смекалочку. Я специально не говорила, какие вопросы будут. То, что мы в такой команде уже везунчики. Ну да, верно, Ириночка, конечно, здорово, 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 лишь бы люди не отходили от нормы, которую нужно выполнять за день, чтобы у людей была систематичность. И чтобы потом, когда мне лидер пишет, что я не отхожу от нормы, у меня есть систематичность, помогите, у меня что-то не получается. Когда в лидере есть систематичность, то проблему нероста можно легко устранить. И навряд ли она вообще будет, понимаете? Навряд ли она вообще будет. Да, потому что все, с кем мы созваниваемся, да, вот если кто-то жалуется, мы созваниваемся. Обычно это бывает, что человек делает 300 охвата там раз в неделю. Понятно, что просто человеку может быть некогда, может быть лень, может быть тянут какие-то картинки в соцсетях, да. А головой мы так напряжены, мы думаем, что мы работаем, мы растем. А на самом деле нет, мы это время свернули, да, а потом говорим, что мы там сидим по 6 часов в день, там рекрутируем, там еще что-то. Нет, нужно обучаться час в день. И это просто нужно своей команде, скайпу тоже суммарно час в день уделять, как минимум, да, что-то писать. Вот, и конечно же нужно 3 часа в день, может быть 2 часа в день, кто какой, да, у кого, допустим, если компьютер медленный, то там получается и 3 часа в день. У кого компьютер быстрый, то за 2 часа вы легко хватите 300 человек, да. Выкладывайте видео, там меньше конкуренции. Да, видео меньше конкуренции, мы еще хотим разыграть с вами один конкурс. Я посмотрю, его проанализирую, вот мне тут пришло предложение от семьи Макликовых, да, директоров проекта. Очень интересное предложение, очень интересная идея, я его проработаю, я его подумаю и может быть сейчас запущу 3 конкурс. Он тоже будет, конечно же, денежный. Так как мы с вами далеко друг от друга, то у нас получается так, что мы дарим только денежку. Ну, хотя бы такое внимание, денежка тоже не лишняя, найдете, куда потратить. Мне 33 года, Леночка. Мне 33 года. Вот. Сыну 11. О, какие у меня есть поклонники. Оплатить заказ. Ну, оплатить заказ, в принципе, оплачивая свой заказ, вы получаете уже за это призы от компании. Я не вижу конкурс оплачивать заказ, запускать, потому что оплатив заказ, у вас есть баллы, за которые вы получаете подарки. Смысл. Возраст Христа. Ой, рассмешили. Итак, дорогие коллеги, давайте мы с вами немножко расслабились. Да, и сейчас мы с вами проведем именно первый. Пять вопросов. И они будут очень легкие, да. А первый вопрос. Напишите мне одну циферку. И, так, минутку. Одну циферку. Сколько лидеру нужно набрать групповых баллов по структуре, если он на 12%. Так, полетел первый ответ. Мариночка. Ну, конечно, Мариночка. Я и не сомневалась. Это уже традиция. Так, первый вопрос выиграла Мариночка Лукьянова. Поздравляем. Поздравляем. Корнеева Лена. 500 баллов. Это 6%. Это 6%. 500 баллов. 600 баллов. Это 9%. 1000 баллов. Это 12%. 1500 баллов. Это 15%. 2000 баллов. Это 19%. 3000 баллов. Это 23%. Это надо знать. Прямо, чтобы от зубов отлетало. Вот вас ночью подняли, а вы должны это знать. Давайте без традиций. Здесь новички. Ну, новички, я думаю, уже сходили на вебинар для новичков. Ага, вот Юлечка у нас, да, тут. Юль, не видно, что от тебя пришло. Ну, пока еще надвинах. Хочу ростом. Молодец, молодец. Мариночка, 12%. Это уже круто, конечно. От интернета тоже многое зависит. Ну, может быть, да, Верочка, конечно. Согласна с тобой. Ну, что ж, дорогие коллеги. И второй вопрос. Сколько директорских веток у бриллиантового директора? Так, Ольга Янютина. А сейчас я попрошу от вас слово. Да, 6, 6. 6, 6. Молодцы. 6 директорских веточек у бриллиантового директора. А теперь напишите мне слово. Со скольки директорских веток, со какого уровня подтвержденного директора, компания, вас... А потом услышала вопрос, да, Валентина? Нет, директора, конечно, не участвуют. Участвуют лидеры до 15%. Да, ну что ж, тогда участвуйте в скринах и участвуйте в видео, дорогие коллеги. И там уж точно гарантированно розыгрыш бывает, и от скорости интернета не зависит. А тут, конечно, именно для тех, кто приходит на планерки, для участников, да. Сначала ответы вижу, а потом слышу вопрос. Значит, Ириночка, участвуем в предыдущих двух конкурсах. Там уже точно гарантированно мы вас увидим. Да. Давайте же, с какого уровня подтвержденного директора компания нас возит в разные страны мира? Золото. Ольга Юнютина. Олечка, молодец, молодец. Прям, прям умница. Право видно, на мои вебинары Ольга ходит точно. Угу. Молодец, молодец. Итак, и последний, четвертый вопрос. Ой, подождите. Первый, второй, третий, четвертый, предпоследний вопрос. У нас с вами пять вопросиков. Мы все ходим, да. Молодец, Ириночка. Значит, в каком году основана компания Фаберлик? Та-да-да-дан. Малая... Оля, как так получается у тебя? Ты все ответы знаешь, что ли? Обалдеть. Мой, Дима, смотрю, подключился победитель прошлого розыгрыша. Молодцы, молодцы. Так, супер, просто супер. И последний вопрос. У вас будет такая вот цифра. Просто написать одну цифру. От скольки бонусов действует программа Фаберлик Клуб? Можно забрать подарки. От скольки бонусов? Пять. Молодцы, молодцы. Вебер, Виктория. Нет, не Вебер или Вебер. Так, так, так. А, Юлечка Макликова. Макликова. По-моему, да. Так, уходит, уходит, убегает у меня. Убегают ответы. Ой, не могу никак. Так, да. Юлечка Макликова. И тебе предоставляется честь выбрать, кому этот конкурс, кому эта денежка достанется из твоих новичков. Потому что ты, директор, не имела права отвечать на вопрос. Или давайте, дорогие коллеги, чтобы было честно, мы возьмем с вами человека, который... Да, давайте возьмем Верочку Украинскую, потому что, да, директора не имели права отвечать на вопрос. Вы согласны? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Все ли будут согласны? И Юлечка не обидится ли на нас? Может быть, давайте так лучше сделаем? Ага, плюсики полетели. Давайте, значит, тогда Верочку Украинскую. Значит, вторая пятерочка у нас идет от Веры Украинской. А, это Виталик. Ох, молодец Виталик. Нет, это не честно. У карты во скорости интернета разная. Ну, вот смотрите, Виталик сказал, что позже сообщение приходит, а ответил самый первый. Виталик не обидится. Да, Виталик у нас, конечно, да. Он у нас умничка. Ну, что ж, дорогие коллеги, я всех поздравляю. У нас с вами сегодня 15 призеров, да, то есть, правильный ответ это по 500 рублей. Да, 500 рублей. Итак, 5 призов у нас с вами выиграли по конкурсу изюминка. Изюминку мы оставляем, потому что все-таки 5 участников набралось. Это значит, что есть кому подарить денежку, да. То есть, вот. И далее, значит, у нас с вами идет 5 призеров по генератору чисел. Так, значит, изюминку, все. Ну, что ж, всех поздравляю. 15 победителей у нас есть. И я очень-очень жду 15 фотографий себе в скайп. Да, и, конечно же, чтобы мы вам перевели денежку, и мне бы хотелось от вас в личку услышать, что она до вас дошла, дорогие коллеги. Изюминка будет разыгрываться по генератору, но в этот раз у нас с вами 7 участников, 2 из которых я и 5 человек. И вы знаете, я даже поняла, почему в изюминке не участвуют, да, потому что кто-то стесняется, да, кто-то не понял суть конкурса, и сегодня я вам объяснила суть конкурса, да. Нет, в Одноклассниках мы с вами не будем разыгрывать, дорогие коллеги, потому что у нас с вами получается все равно, и там будет тоже скорость интернета не такая, поэтому участвуйте в конкурсах, участвуйте везде. Конечно же, чтобы у вас была скорость интернета выше, вам нужно выключить все, да, и оставить только вебинарную комнату. Да, обязательно участвуйте. Поздравляю Марину Рукьянову, третий каталог подряд Мариночка выигрывает. Поздравляю Ольгу Янютину, которая абсолютно все знает про компанию, это очень-очень приятно. И, конечно же, поздравляем нового человека, это Верочку Украинскую, которая первый раз у нас с вами что-то выиграла. Обязательно фотографии мне в личку. Мой скайп я сейчас вам напишу. Анна198, раз, два, три, четыре, пять. И ждем видео, на что потратил приз. А, кстати, да, Виталик. Так, да, 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 если вы снимете видео, что вы выиграли от конкурса и куда вы потратили этот приз, то, конечно же, вы будете участником уже на изюминку, да. Вам спасибо, дорогие коллеги, за то, что вы ко мне приходите. И, конечно же, я вам при сейчас предлагаю очень-очень такую интересную вещь, как все темы, которые вас волнуют, да, в чем-то вы запутались, говорите их мне, а я буду проводить их на наших с вами планерочках. Обязательно пишите, на какую бы вы тему вы хотели бы пообщаться. Да, Анна и Антон Кононовой, Верочка. Скайп фотографию, да, и обязательно свой регистрационный номер напиши. Мы тебе на него переведем денежку, а ты нам потом отпишешься, пришел ли тебе подарочек. Все, замечательно. Все, просто здорово. Ну что ж, пойду через час примерно эта запись у нас с вами будет. Нет, вот такая вот у нас с вами планерочка получилась, да, смешная, без презентации. Но я думаю, нам с вами все равно было весело. Так ведь, дорогие коллеги? Я думаю, эта презентация, она вообще не обязательно. Очень даже, да. Так, ну что ж, всем желаю роста, удачи, везения, во всем вдохновения. Прошла неделя от конца каталога. Как вы видите, прошло 705 регистраций. Я вам желаю еще большей регистрации. Как вы видите, народ идет, да, в прошлом каталоге более 2000 человек нам в структуру присоединилось. В этом периоде уже 700 человек нам присоединилось. И, конечно же, я вас обязательно поздравляю, потому что 3х7 это 21. Это уже 2100 человек нам придет, да, если мы смотрим итоги первого периода. И это круто. Работайте, зарабатывайте. Леночка, участвуй в такой викторине, где ничего не тормозит просто. А это для участников, для участников. Да, всем везунчикам ура. Да, всем пока-пока. Была очень рада, что вы ко мне пришли. Очень рада, что вы... Так, третий вопрос, еще кто-то вопрос, по-моему, задал. А, тысяча. Ну что ж, все. До свидания, мои дорогие. И давайте же я вам этот клип запущу. Все, пока-пока.